Городской округ Матищи кормит промышленность, хотя аграрные и животноводческие организации на его территории тоже существуют, причем вполне успешно. Есть среди них как фермерские хозяйства, так и крупные предприятия. Интересно, что продукции тех и других популярны далеко за пределами муниципалитета. По итогам года у нас есть победители всевозможных конкурсов, участвуют не только на областных, на российских, но и на международных уровнях выходят и со своей продукцией в том числе. Поэтому есть кого наградить. Церемония награждения состоялась во Дворце культуры Яуза. Фермеры, представители перерабатывающих сельхозпродукцию предприятий и специалисты смежных с этой сферой профессий, такие как ветеринары, были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами главы городского округа Матищи. В Бягин-Ярославе в Библиотечном работе происходит очень вкусный натуральный яблочный сок, вкус которого знают даже уже на Дальнем Востоке. Контрольное управление, которое, по-моему, не контрольное, а управление заботой за предпринимателями. То есть нам и помогают, и советуют, и, в общем-то, действительно легко и приятно работать и зарабатывать. Сегодня сельхозпроизводители городского округа Матищи поддерживает муниципалитеты, регионы, государства в целом. Поэтому в тот же день заслуженные награды получили и сотрудники контрольного управления администрации. Были отмечены специалисты, посвятившие себя таким проектам, как борьба с борщевиком, вакцинации, чипирование бродячих животных и другим. Мы на передовых позициях по уничтожению борщевика Сосновского. Вы знаете, мы на первом месте. Мы четвертое место по объему сельхозпроизводства, тем не менее. Заняли место в рейтинговых показателях. Поэтому, я думаю, нам есть о чем поговорить. И есть с чем поздравить наших сегодня участвующих. Не первый год специалисты контрольного управления работают и над возвращением в оборот земель сельхозназначения. В этом году были восстановлены и засеяны многолетней кормовой культурой и дополнительно 93 гектара. Интересно, что по осени эта земля дала около сотни тонн сена, которое купили животноводы из соседних муниципалитетов Подмосковья. С 2015 года мы потихонечку каждый год вводим не меньше 50 гектар земель. И в общей сложности у нас введено 470 гектар. В будущем сельхозпроизводители Подмосковья, в том числе городского округа Матища, также могут рассчитывать на правовую и материальную поддержку государства. В частности, региональной и муниципальной властей. Надежда Звягин, Савединис Корнев, информационная программа «День».